Зачем вы играете в жестокие игры? В отдалении от того и другого. Для меня особо нет разницы в том, играю ли я в жестокую игру или нет, поскольку даже играя в клуб Винкс, Хэллоу Китти и покемонов, я всё равно кого-то убивал, кому-то причинял вред и... не важно как это называется, в честь кого-то сражаешься и что ты делаешь, всё равно ты кого-то убиваешь, 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 убиваешь. Поэтому из игр типа Хатрид, Постал, ГТА и прочих не стоит делать эталоны жестокости, просто они заставляют убивать, казалось бы, невинных людей, но... а много ли... нам много ли виноватых людей увидели в своей жизни, если подумать? Но в играх особой разницы, разумеется, нет, все абсолютно одинаковые, бездушные и нарисованные. Поэтому и сейчас я решил поиграть в Хатрид, абсолютно без какого-либо проблеска совести, без какого-либо моралфажества, просто потому, что я уже немножко подустал от весёлых и цветастых игр, и пока что стоит посмотреть на достаточно интересную, своеобразную и современную, на 2015 год, разумеется, игру про расстрел людей. Я думаю, это может быть достаточно интересно в каком-то плане, но, насколько хорошо это реализовано, сколько сильно оно отличается от других подобных игр, я попытаюсь поразмыслить уже по ходу дела, и пока что начнём. Итак, для начала у нас есть две разных сложности, правда, нет, к сожалению, средней опции, даже боюсь какую-либо выбирать из них. Низкая это как для детей, высокая это для тех, кто, в отличие от меня, играет часто в изометрические шутеры, типа Postal или какой-нибудь там ещё, может быть, первый Fallout подходит под это определение, ну, уж точно не экстремальное. Но, с другой стороны, если я выберу низкую сложности, я буду просто ламером, поэтому так уж и быть, попробуем высокую. Хотя ничего не гарантирую, я эту игру пока что ещё ни разу не прошёл, только изучил первые несколько уровней, поэтому, конечно же, не обещаю, что всё будет так легко и просто. Кстати говоря, здесь довольно долгие загрузки, поэтому, скорее всего, я буду их вырезать в будущем из видео, может быть. Итак, понятное дело, что для постижения сути игры нужно было смотреть трейлер, стартовый ролик, кажется, будет после окончания обучающего уровня, и на все эти иероглифы можно, в принципе, не обращать внимания, они бесполезны. Обучение достаточно простое, достаточно просто посмотреть в опции управления, и всё станет достаточно понятно. Итак, в принципе, передвигаемся мы тем же самым ВАЗДом, управляем стандартными кнопками, здесь даже перезарядка, использование, пригибания и прыжки, всё назначено старые добрые клавиши, как и старых добрых игр 90-х. Так, с которыми я, конечно, не так уж сильно был знаком, ну и ладно. Стандартное обучение в тире. Вообще, конечно, я в изометрических шутерах далеко не мастер, я от силы играл пару подобных примеров, а потом они были скорее мультяшными. Мне даже сложно вспомнить их название сейчас, но, по крайней мере, игра достаточно простая, даже несмотря на то, что здесь есть выбор экстремальных сложностей, он влияет в основном на повреждения, которые мы получаем от врагов, если я, конечно же, не ошибаюсь. Так, с графа наделась, в принципе, по стандарту. Сразу же отмечается замечательная графика, ну, не то, что прямо замечательная, как может кому-то показаться, граф вон не как в Крузисе и так далее, но в любом случае, на 2015 год, мне кажется, эта игра влияет очень-таки прекрасно, даже несмотря на 4 гигабайта размера. Хотя, конечно, только идиоты будут оценивать игру по размеру, но что поделать? Убить накачанного наркотиками заложника. Если я правильно понимаю, это сейчас мы находимся в подвале главного героя где-то... Так, да-да-да, нужно пригнуться, нажав кнопку Control. Конечно, я бы больше предпочитал шутер от первого лица, но, к сожалению, такое нам недоступно. Интересно, откуда он взял наркомана в своем подвале? Это может быть его друг, товарищ, корм, или типа того? Ну и ладно. Так, оба квеста выполнил, и теперь, видимо, мне нужно сваливать отсюда или куда-либо еще. В общем, обучение достаточно простое, к счастью, ну как, в принципе, сама игра. Ведь самое главное в ней это все равно процесс, а о процессе нам расскажут прямо сейчас. Если я не ошибаюсь, ролик будет как раз тот же самый, что был в трейлере, поэтому, если вы его уже видели, сюрпризов не будет. Вообще, место довольно-таки миленькое. Я бы даже не отказался в таком пожить. Красивый домик, уютный, тихий, нелюдимый, отдаленный, красота. И почему-то автомат Калашникова. Почему именно такой выбор? Видимо, намек на то, что все маньяки пользуются исключительно автоматами русской разработки, или типа того. Про разработчики ведь американца, если я не ошибаюсь. Ну и ладно, глупые теории. Мой имя не важно. Что важно, то, что я буду делать. Я просто ненавижу этот мир. И эти хрустные курики, которые проживают на их каркасе. Моя whole life is just cold, bitter hatred. И я всегда хотел, чтобы умирать визуально. Это время венженции. И никакой жизни не стоит спасать. И я буду вставить в кровь как много, как я могу. Это время, чтобы меня убили. И это время, чтобы меня умирать. Итак, начинается игра Hatred. Наш неизвестный главный герой со своими неизвестными проблемами, неизвестная личная жизнь, внезапно оказывается ненавистником человечества, несмотря на то, что он жил в нем среди него столько лет, и решает всех поубивать. Вот, собственно, вам и весь сюжет, по сути. Мы выходим из дома и начинаем устраивать абсолютно веселый геноцист. Или не начинаем, конечно, при желании. У нас достаточно разнообразный арсенал оружия, со временем, по крайней мере. Но, в принципе, хватает всего одного автомата для того, чтобы устраивать все самое веселенькое, расстреливать тысячи глупых болванчиков, которые хоть и похожи на нормальных людей, но, к сожалению, ими не являются, потому что... Искусственный интеллект в этой игре довольно-таки простоватый. Люди, скорее, выглядят как испуганные курочки. Они могут даже от испуга бежать прямо к главному герою нашему, или, скорее, надо называть его главным злодеем. Без понятия. А вдруг в этой игре окажется кто-то еще злее, чем главный герой, какой-нибудь страшный монстр, кибердемон, например, и так далее. Мало ли. И, кроме обычного расстрела вагов, можно пользоваться бесчисленными бытовыми приборами для взрывания всего окружения, которые так красиво разлетаются на кусочки, заботливо порисованные разработчиками. Разбивать ногой ЖК-мониторчики, видимо, от зависти. Ну и разниматься по очень подобным вещами. Если вам это, в принципе, доставит удовольствие, в принципе, больше по игре, собственно, нечего сказать. Это всего лишь шутер, в котором есть небольшой сюжетик. К счастью, до 2015 года разработчики все-таки решили, что сюжет здесь имеет место быть. Вернее, должен быть, поэтому у нас здесь будут различные касс-сцены, описывающие сюжет... Тьфу ты, описывающие сюжет. Извиняюсь, что я так заговариваюсь. Ну и, разумеется, изничтожение глупых стражей правопорядка и всех прочих идиотских людишек, которые не умеют абсолютно ничего. Первые живые щиты. Интересно, наш главный герой, очевидно, одет какой-то на супер бронежилет или типа того. Потому что даже несмотря на высокую сложность, которую я выбрал, его довольно-таки сложно убить. Но это всего лишь только начало, да и тем более враги не умеют использовать такое замечательное средство, как хэдшот. Кстати говоря, кроме обычного расстрела, можно еще немножко поиграть в GTA, украв машину. Правда, управление машинами здесь просто отвратительное. Не знаю, насколько оно реалистично или нет, потому что я никогда не управлял машиной, и, скорее всего, никогда не буду, но достаточно чрезмерно неотзывчивые, машины носятся как бешеные. Блин, скорость разгоняя, скорость сразу становится тикой, ты можешь лететь куда угодно в ближайшие 5 секунд, потому что все равно куда-нибудь бумажешься, можешь еще и взорваться случайно. Ну, в общем, особого смысла нет в GTA, все равно управлять машиной куда удобнее. Так, наши цели это изничтожать массу людей. В принципе, все достаточно просто, разумеется. Убить тех, убить этих, тупые людишки, разумеется, вместо того, чтобы пытаться всерьез эвакуироваться, будут бегать туда-сюда, стройте себя идиотов, хотя, похоже, стройте себя идиотов сейчас именно я, ну и ладно. Такс, вот еще в GTA здесь, к сожалению, нельзя подработать полицейским, поэтому все наши цели это исключительно убивать, 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 и если вам это нравится, получайте от этого удовольствие. Ну, опять же, чего сравнивать эту игру с каким-либо-то, вернее, чего делать ее уникально, так сказать. Все равно мы кого-либо убиваем абсолютно любых играх. Даже если брать не GTA, если брать какую-нибудь добрую сказочную комедию, так сказать, любую игру из Арсенала, начиная с Atari 2600 и заканчивая Wii U и так далее, мы все равно убеждаемся каждый раз, что нам нужно кого-то убивать. Убивать, убивать, убивать раз за разом, взрывать, расчленять и так далее, просто в зависимости от рейтинга игры, враги будут разница. Разумеется, редко где-то будут настоящие люди, скорее всего, это просто остаются какие-нибудь там мультяшные персонажики, мистические грибочки или прочая хрена тень. Да уж. Ну, все это я к тому говорю, что пытаюсь как бы защитить через первые нападки на подобные игры, которые считают эталоном... эталоном зла, эталоном ненависти, эталоном, так сказать, того, что растлевает наши мозги, растлевает детей и всех прочих, так сказать. Ну, я не считаю все равно чем-то плохим. Так. Если не восприняется все серьезно, мы просто можем вспомнить то, что это всего лишь игры. Всего лишь игры. Все эти люди не настоящие, все эти крики записаны с заранее... эммм... заранее нанятыми актерами и так далее. Не стоит с всем этим сходить с ума. Ну, это же похороня процессию. Кроме стандартного истребления врагов, еще есть некоторые дополнительные миссии, которые, в общем-то, случаются в том же самом истреблении, просто в более специфических листах, типа сейчас-то, пространяй похорону процессию. Красота. Все безоружные, все тупые, все не пытаются даже убежать от главного героя. Вернее, пытаются, но это выглядит так, словно они... Ну, словно они так думают. А стоит ли нам убегать? Не все ли тлен в этом мире? Может, нам стоит тоже сдохнуть, раз уж этот черно-белый человек решил расставлять этот черно-белый мир, так сказать. Кстати говоря, да, графический стиль, конечно, уникален, с одной стороны, но... Я люблю те ярких красок, поэтому я играл в Postal 2. Там было все очень ярко и красиво и красочно. Но при этом также оставалось огромное количество жестокости, и циничности, и, разумеется, Postal также вызывал... ...вызывал и вызывает до сих пор бурную реакцию у тех, кто не понимает смысл этих жестоких игрушек. Так, ага. Наконец-то новое прекрасное оружие, которое можно воспользоваться. Правда, оно такое неудобное. Тробовик — это вообще само по себе вещь неудобная в открытых пространствах, а тем более... ...с его малым количеством патронов и долгой перезарядкой. Хотя... Хотя, кстати говоря, один мой знакомый, как раз, ...вызывал, что это самое лучшее оружие. Ну, ему, конечно, виднее, но я предпочитаю использовать что-нибудь более... ...простое и понятное. Так, еще четыре человека. Интересно, зачем делаются эти счетчики? Типа, главный герой считает, что он способен убить только... ...такое количество народу? Или ему именно нужно такое количество народу? Он, может быть, просто решил... ...набить какой-то определенный рекорд, какое-то определенное количество фрагов, или типа того. Смысла, конечно, особого нет. Нам ничего разъяснять не будут. Я разъясняю не уничтожил сейчас еще четырех людей. Странно, но ладно. Неважно. Главное, что народ тут, в принципе, если не ошибаюсь, бесконечный. Не знаю, респауниться они или нет, но, во всяком случае, всегда хватает для того, чтобы всех перестрелять. Всегда хватает... Всегда хватает мяса, короче говоря. Мясо нам нужно всегда, и тем более в подобных играх нам просто больше нечего делать. Здесь нет никаких интересных квестов, здесь нет никаких интересных персонажей, кроме нашего главного героя. Да и того персонажем-то можно назвать снатяжкой, так сказать. Я что-то довольно долго топчусь в первом-то уровне. Ладно. Кажется, я здесь уже был. Ну и черт им. Если уж есть такие дебилы, которые продолжают туда-сюда бегать и тупить. Всем гражданам поделились же отделение полиции. Интересно, где они были все это время, эти долбанные полицейские? Тут, казалось бы, начинается настоящий... настоящий массовый геноцид, практически. Но, может быть, до уровня геноцида это не дотянет, потому что наш главный герой всего лишь один. Да, прекрасно. Наш главный герой еще умеет говорить стихами, ну или простой циничной рифмой, может быть, даже в духе чувака из постола, но я точно не знаю, потому что я не смотрел оригинал чувака из постола, исключительно перевод, в котором была уже своя специфичная, так сказать, озвучка и тексты. Но в любом случае, все, в принципе, достаточно понятно. Там, да, игромап уже все потратил, потом пойдет теперь использовать исключительно стандартное оружие, к сожалению. Потом, по-моему, в подобные игры стоит играть с тренерами, просто потому что нам всегда будет не хватать оружия. Оно, конечно, падает с врагов, и можно включить этот замечательный читерский режим, в котором мы видим сквозь стены, видим всех врагов, видим все подбираемые предметы и так далее. И, кстати говоря, почему-то на добивание не тратятся патроны. Довольно удобно, если у тебя есть двухкар-домбровик, например. Да. Но, разумеется, нужно следить за счетчиком здоровья. Потому что, несмотря на достаточно простоту игры, все равно нас пытаются убить иногда огромными толпами народу, поэтому... Ой. Поэтому нельзя расслабляться. Особенно, когда у меня заканчиваются патроны. Вот сейчас у меня, например, практически ничего не осталось, кроме пистолета. Это немножко удручает, потому что пистолет довольно слабое оружие. Но я не возмущаюсь, мне этого хватит. Тупые людишки решили спрятаться в полицейском участке, и при этом они даже не пытаются как-то себя защитить. Ну, в самом деле, вас огромная толпа народу. Его один человек, по сути, который сам по себе-то не очень-то, так сказать, суперкрутой, или типа того, не знаю, как это точно назвать. Да, опять-таки, суперкрутой, потому что его вполне можно убить, если он будет тупить, и если его будет управлять такой ламер, как я. Ну, по крайней мере, у нас есть такая вещь, как очки воскрешения. Да, господа, в самом прямом смысле очки воскрешения. Даже сам... сам господь бог за то, чтобы этот человек устроил тут небольшое покарание всему этому глупому и зажравшемуся человеческому уроду, как видите. Поэтому он с удовольствием воскрешает нашего главного героя, и он снова бежит творить свои чудесные вещи. Ну, конечно, не стоит приписывать геймплей на элементы к чему-то серьезному. Так, стой, чувак, стой, болен. Еще главное стараться подстрелить их, но не убивать, потому что если Ваг сдохнет сразу же, то, к сожалению, его нельзя будет обвампирить, так сказать, выжрать из него здоровье при помощи добивания. Придется искать новых жертв. Ну, в общем-то, да, главное не забывать этот момент. Если у вас мало здоровья, нужно убегать из из мест, где находятся серьезные враги, и сталкиваться уже с теми, блин, сталкиваться уже с теми, из кого можно выбить немножко здоровья. Так. Угу. Немножко набалктовая куб отходов, но опять же, такая неудобная вещь, чего от подери. И, кстати говоря, кроме стандартного оружия нашего главного героя, как и подобает, в принципе, любому шутеру, в котором есть ближний его обязательно, мы можем бить ногой не больше ничем, даже не прикладом оружия, а только ногой. Только почему-то бьем мы не просто ударом, а самым настоящим ударом Чака Норриса ногой с разворота. Просто посмотрите, как он интересно выглядит, если я, конечно, догоню сейчас эту тварь. Раз! Как-то странно. Особенно с дробовикой это хорошо смотрится, потому что, опять же, как я уже сказал, на добивание патрона не тратится. Так. Ну хорошо. Забег номер два. Я, конечно, не гарантирую, что я буду очень легко и быстро все походить, опять же, потому что я к таким играм не привык вообще. Вот шутер от первого лица я бы, конечно, с удовольствием тут понамесил кучу народа сразу же, а так придется немножко помучиться. Наверное. Может быть, исправлюсь, конечно, побыстрее. Черт. И опять, неудобно, неудобно просто, пока ты перезаряжаешь дробовик, тебя расстреляют уже 10 раз. Поэтому проще всего использовать пистолет, потому что патроны к нему есть практически у всех врагов, поэтому можно считать бесконечным, блин, только надо не забывать подбирать эти патроны. И опять же, он достаточно-таки хоть слабенький, но, в принципе, пока что его хватает, чтобы разносить врагов и делать как раз-таки именно то, что нужно. Добивать их не до критической кондиции, чтобы можно было выбить еще их, если их немножко здоровья и идти выносить всех дальше. То есть все же достаточно по-своему весело, но может быть, может, разумеется, приезд. Особенно, если у нас мало интересного оружия и постоянно расстреливать всех с одного и того же несчастного пистолета, это просто, честно говоря, задалбывает. И не буду ошибкой защищать эту игру в этом плане. Нужно больше специфического оружия, нужно больше взрывов и так далее, но, чтобы найти взрывоопасные предметы, разумеется, нужно тоже быть очень внимательным. У меня с внимательностью проблемы. Так. Почему эти тупые люди все еще продолжают здесь стоять? Ай, ладно, без понятия. Опять же, пытаться найти логику в этой игре бесполезно. Также пытаться найти логику, например, в Марио, который убивает грибочки, убивает черепашек. Хотя, в принципе, если посмотреть на всех этих глупых людишек, которые здесь носятся, вернее, тех, кто похож на людишек, в принципе, их не назовешь полноценными людьми, потому что они слишком тупые. Вот смотрите, они просто бегут в мою сторону все эти глупые люди. Как будто они прям так и говорят. На, замочи нас полностью, мы этого хотим. Вот, 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 мы где-то подходи к нам, разумеется, дорогой, мы тебе все, все должны. Так, чё, разумеется, не терять концентрацию. Конечно, читерский режим, он довольно-таки читерский, неудобно в этом плане, что ты видишь абсолютно всё, но мне опять же будет с этим только легче. Я уж такой халявщик сам по себе. Если бы к этой игре уже вышел тренер, разумеется, им воспользовался, но пока что придется проводить честно, но там уже видно будет. Так, ага, у нас здесь прекрасный расседальчик. Редкое место, где можно набрать оружие, это только трупы врагов и арсеналы, опять же. Арсенал редко пытается, поэтому на них рассчитывать не приходится. Так, стоп, не нужно опять, опять, опять здоровье. Ребята, чего вы так духните быстро, а? Иногда, наоборот, выпустишь во врага 50 пуль, он всё равно встаёт и начинает идти дальше. Иногда, наоборот, случайно пальнёшь на него один раз, он уже сдох. Не знаю, может быть здесь есть система повреждений, или типа того, или я бью их хедшотами, может быть случайно, поэтому они так сразу помирают. Без понятия. Главное вампирить, 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 ещё раз вампирить. С одной стороны, это сильно упрощает процесс, потому что тебе не нужны всякие стандартные аптечки и прочие вещи, знакомые по-любому шутеру абсолютно. Ну, исключая те, которые самые современные, где есть быстрая регенерация, но здесь, к сожалению, регенерации нет, поэтому либо ты вылечился, либо нет, как ни странно. И опять-таки, вместо того, чтобы срочно отреагировать, нас просто кормят редкими, редкими стычками с полицейскими. По-моему, на самом деле, уже должна была прибыть национальная гвардия или кто-нибудь ещё из тех, кто способен защитить несчастный мир. Так, стоп. Кто там ещё не сдох? Чё там встал? Блин. Я не могу почему-то пройти в дверь. Я застрял в... А, понятно, я в доске застрял. Глюки какие-то. Глюки, разумеется, встречаются здесь в подобных играх всегда, потому что здесь не главная оптимизация и исключительное качество. О, может быть, я смогу выйти из этой зоны более удобным путём, выпрыгнув через окно или через стену. Ура! Да, это срабатывает, хоть и не в реальности, к сожалению. О, видимо, сюда я пойти уже не смогу. Почему нет смысла? Есть же целая куча народа, здесь можно устроить ещё больше... ещё больше... ещё более интересный акт гено... Акт геноцида, извиняюсь, что я оговариваюсь постоянно. Эх. Калашников, если не ошибаюсь, нам уже не пригодится, нужно искать новое оружие. Ну и ладно. Это был только первый разминочный уровень, и я вошёл, умудрился уверить здесь. Я думал, что это будет так легче, чтобы уничтожить целую кучу. Я чувствую их болезнь, их ухудшение через мою пылью. Это как дражакон самый сильный, и я потребую больше. Больше больше. Можем пришли. Я оставлю и приготовлю в ambush. По-моему, это не очень удобный выбор, который он сделал. Расстреливать людей, это не такие уж и большие страдания им причиняет, потому что они в основном умирают мгновенно. Либо же страдают определенное недолгое количество времени, так сказать. Да и вообще пули, это неэффективно. Нужно использовать что-то более интересное. Нужно использовать ножи, нужно использовать огонь, так сказать. Нужно использовать кислоту или что-нибудь такое еще более интересное. Ну что ты, ты расстрелял всех, типа они все страдают? Да нифига, ты просто оборвал жизни. Никого не заставил страдать, по-суди, по-настоящему. Не знаю, зачем я это вообще все говорю, как будто я учу разработчиков, как делать игры. Ну, конечно, было бы гораздо интереснее, если бы у нас были в арсенале колбы с кислотой, например, или что-нибудь еще подобное интересненькое. Ну, если я правильно понял из трейлера, вернее, не из трейлера, а из титров, которые я заранее посмотрел, у нас будет даже огнеметик, который стреляет довольно-таки красиво, интересненько, прекрасным, замечательным напалмом. Ну, да там уже видно будет, пока что. Снова очередная долгая загрузка. Даже если локация небольшая и простенькая, все равно надо будет грузиться долго, к сожалению. Иногда это можно перетерпеть, иногда, конечно, придется скипать и вырезать из видео, если локация слишком большая. Мир здесь хоть, конечно, и довольно-таки закрытый, у нас просто есть небольшие локации, по которым можем бегать. Ну, также некоторые локации линейные, по которым бегать с шибкой нельзя, просто идешь чисто по коридору. Чисто идешь по коридору. Ах да, еще враги нас постоянно замечают сквозь стену, к которому, конечно, придется, к сожалению, привыкнуть. Равно так к тому, что, если я буду тупить, меня замочат сразу же. Так, раз, два, ну, давай-давай-давай, падай, чувак, падай уже. Далее. Еще нужно не забывать перезаряжаться, потому что автоматически это, к сожалению, не происходит. Так. Все. Прекрасно. Это называется защитники, защитники свободного человечества. Защитники демократии, солдатики. Правда, не знаю, может, они солдатики, а просто сват был. Или просто еще какие-нибудь идиоты. Ну и ладно. И, почему-то пытаясь устроить свой акт мести всему человечеству, я поперся в канализацию. Вернее, не я, конечно, наш герой, но все-таки глупая мысль. Плод по канализациям, как черепашка, нельзя. Все-таки, если совершать акты массового геноцида, то нужно это делать, не знаю, в более подходящих для этого местах. Например, там, в супермаркете, например. Или на каком-нибудь собрании парламента, или что-нибудь еще типа того. Не знаю, к чему я все сейчас рассказываю. Ладно. Не важно, где их расстреливать, кого расстреливать. Это все, остаются тупые болванчики. И обычно подобные игры стараются все-таки играть ради сюжета. Потому что сам процесс игр, конечно, увлекательный сам по себе. Компьютерная игра все равно гораздо лучше, чем, например, просто кинцо. Ты принимаешь в ней непосредственное участие, не просто смотришь на то, что сделали до тебя. И никак не пытаешься что-то изменить или показать это по-своему. Да. Надеюсь, я понятно разъясняю. Это навряд ли. Опять-таки, в этой игре, как не странно, вот хоть и нет большого количества того, что мы можем взорвать. Но, тем не менее, если он уж и взрывается, то взрывается все нахрен к чертям. Но, например, здесь можно в самом первом смысле пнуть... Ой. Так, можно, кажется, сосредоточиться, пока меня не расстреляли. Я просто еще не привык к этому прицелу довольно странному. Блин. Так. Прививание 1, добивание 2. Здравия, конечно, не могла останавливаться. Ну, что поделать? Ведь главный сам факт вампиризма нашего. Жаль, что нельзя врагов поглощать и впиваться им в кишки, и высасывать из них кровищу. Но это был бы уже какой-то BloodRayne или типа того. Или вампир за маски Raid и так далее. Но, конечно, у нас игра не об этом. Игра исключительно о мессии. Неважно, кому мы мстим, за что мы мстим. Ведь само слово «хейтеры» означает злобу, ненависть, ну и соответствующие желания, так сказать, нашего героя. Если его можно так называть героем, конечно же. Потому что как персонаж, он, к сожалению, довольно-таки скромно проработан, увы. Приходится все додумывать самому. Кто этот человек, за что он пытается всех убить, почему он всю свою жизнь прожил в этом жестоком мире и только сейчас решил всех убивать. И почему он решил использовать такие стандартные банальные методы, как просто стрелять и стрелять во всех. И не пытаясь как-то очень более массовую, так сказать, расправу. И все-таки есть и более эффективные способы для того, чтобы уничтожить много народу, не так ли? Чем просто брать автоматы и всех расстреливать. Это в стиле, скорее, Postal Man из первой игры Postal, если я не ошибаюсь, его именно так звали. Или как-то типа того. Или Postal Дюдова звали. Точно уже не могу вспомнить, потому что я в эту игру ни разу не играл, только читал про него статейки. Так. В духе того чувака было вполне, конечно, просто взять автоматы, всех перестрелять, просто потому что он был психически больной. И поэтому, понятное дело, что он не мог принимать какие-то серьезные интересные решения. Но ведь наш герой, по сути, это не псих, он просто злобный, но он никак не псих, очевидно. Потому что псих не может так слаженно и координированно действовать, так сказать, расчетливо всех уничтожать. И при этом у него не побудняется рассудок, так сказать. Его не садят в психушку, потому что его просто невозможно схватить и так далее. Без понятия, в общем. Если угодно, можно додумать самому, что все что угодно. Но я, честно говоря, даже не знаю, как можно оправдать этого человека, объяснить его странную тягу к убийствам людей самыми банальными способами. И с таким же успехом он мог бы, не знаю, уходить и зарубать всех мачете, или типа того, ну или имитировать какого-нибудь еще героя. Кстати говоря, он мне несколько напоминает Майкла Майерса из ремейка Хэллоуина, именно из ремейка. Ну, исключительно по комплекции, некоторому внешнему виду. На самом-то деле, Майкл Майерс никогда не использовал огнестрельное оружие, да и он не говорил никогда. Тем более, он был вообще светловолосый, в ремейке, по крайней мере. Не знаю, почему это сравнение. Видимо, просто легкая похожесть, так сказать, персонажей внешне. Все равно, если здесь нет особого развития сюжета, то остается, что осматривать исключительно все на глазок, так сказать, как оно выглядит внешне. Держите, ублюдки. Можно еще раз одних светошумовые гранаты, отели Молотова и гранаты, но, к сожалению, опять же, это встречается очень редко. Светошумовые гранаты это полное говно, я не знаю, может быть я просто их не умею использовать, но, по-моему, это бесполезная вещь. Она ведь никого не убивает, просто слегка дезориентирует, и... Какое в этом удовольствие расстреливать тех, кто валяется на земле и не может ничего сделать, по сути. Эти странные красные ауры. Может быть, наш герой в самом деле какой-нибудь вампир или типа того, раз он может видеть эти странные ауры. Без понятия. Еще эти идиоты пытаются застрелять нас с гранатами, промахиваясь вообще, они... Они вообще знают, с кем они дерутся, такое ощущение, будто они... Ой, не слегка глушили, но, конечно, нашего главного героя эта шиба не распространяется. Он ведь терминатор сам по себе. Он у нас одновременно и вампир, и терминатор. Блин, и... Кто он только не является. Главное то, что... Главным только им являются тупые людишки, является исключительно мясо. Не важно, обычно это люди, солдатики или кто-либо еще. Конечно, можно тихо умереть, если с ними тупить, но... Я все-таки постараюсь, чтобы мне было с этим полегче. Так. Главное забивать, добивать, добивать, добивать и добивать. Еще раз добивать. Ну и целиться, конечно же. Все-таки, хоть прицел здесь не жибко заметен, но он присутствует, и... С ним нужно постараться еще не промахнуться по врагам. Ох. Опять же, защищать всю местность не обязательно. Только по заданию убить столько-то, столько-то, столько-то народу. И обычно это все равно особого смысла не имеет, так сказать. Исключительно по вашему желанию. Если вам хочется тратить время на массовый геноцид по-настоящему, массовые подробные, то, разумеется, расстреливайте, расстреливайте, расстреливайте. Но я лично игру... Даже в такие игры я стараюсь играть ради сюжета и ради смысла. Ну, увы. Такая уж у меня мания и сюжетность, и всего прочего. Поэтому... Поэтому надо не забывать расстреливать хотя бы горащие предметы. Вернее, возгораемые. Которые все, разумеется, красные. Как положено любому шутеру, все, что взрывается, обязательно красного цвета. Ну, как бы гранаты, необычно зелененькие. Или серенькие. Еще наркоманы повсюду. Если вся эта канализация полна наркоманами, то я понимаю, почему все хочет расстрелять. Действительно, это просто отвратительный город. Если здесь повсюду одни наркоманы, которые валяются в канализации. Ничто же людей на пристани. Ну, все, в принципе, достаточно стандартно, опять же. Это, если я правильно понимаю, всего лишь второй уровень. Потому что сейчас загрузки не было, так что, очевидно, это все за один уровень считается. Ну, наверное. Так. Главное держаться подальше от взрывоопасных вещей. Если взрывает кого-то, это прекрасно. Но, к сожалению, если я окажусь рядом, то меня, может быть, и не убьет сразу, потому что довольно-таки живучий персонаж. Но ничего не гарантируется. Так. Да, прекрасно. Прекрасно, что у нашего главного героя есть еще и достаточное количество реплик каких-никаких. Он, конечно, не комментирует каждое свое действие, как чувак из Postal 2, например. Но, что поделать, на безрыбье, как говорится, это сойдет. Жестоких игр не так уж и много выходит в последнее время. Ну, я имею в виду жестоких в том плане, что именно игр с упором на жестокость, как эти страшные, развращающие всех нас, игульки и так далее. Ой, в общем, как-то все банально звучало. Так. Ага. Я обожаю взрывать. Я обожаю, когда есть огромное количество взрывчаток, когда есть постоянно какие-нибудь красивые красненькие бочки, по которым ты все равно не попадешь, потому что они находятся где-то над тобой, по сути. Ага, балки. Красно. Ух, красотища. Так, опять же, можно просто зайти кому-нибудь в дом и пнуть ногой своим освинцованным ботинком, пнуть кухонную плиту, и она взорвется так, как взрывается ядерная бомба практически. Это, конечно, бредово, но, понятное дело, что в таких играх у нас не должно это волновать. Так. Зачистить пристань. Пристань, кажется, у нас здесь же находится. Ну, прекрасно, что ж. За каждое подобное задание нам выдают очки воскрешения, поэтому, за счет того, насколько я плохо играю, мне, разумеется, нужно... Нужно обязательно этим пользоваться. Нужно обязательно всех расстреливать. Так, правда, потом, как-то автомату мало. Автомат лучше держать на массированное количество людей, или на копов, или на военных закон, и еще. Вот так, может, и не хватит до самого конца, так сказать. Дробовик, это все равно не удобная вещь, к сожалению, так что не знаю уж, как на другие люди пользуются. Но на таком расстоянии тут с дробовика мало кого снесешь. Ну, можно, конечно, попытаться, переключиться, бац, один труп, два трупа, три трупа, четыре трупа, ну и все. Потом ты к каждому трупу перезаряжаешься по две секунды, вставляешь каждый патрон, по сути. Что, разумеется, не очень-то удобно. Ну, кому как, конечно, кому как. Так, кстати говоря, можно позатапливать кораблики. Потому что почему-то они так сильно реагируют на взрывы, несмотря на то, что взрыв, по сути, даже его не повредил, но почему-то он тонет. Фиг знает. Видимо, в днище возникает пробой, но только от одной мысли о том, что что-то рядом взорвалось. Так, это так. Это уже копы, если не ошибаюсь, начали мне снова агресса. Кстати говоря, рядовые людишки здесь обладают интересным свойством. Они тоже умеют пользоваться огнестрельным оружием. Более того, они даже будут стараться это делать иногда. Подбирать оружие какого-нибудь убитого копа и пытаться нас убить. Ну, если огне, конечно, не кажется. Может быть, это были не простые людишки, а именно что-то тоже какие-нибудь безоружные копы. Типа того. Но со стороны пределы именно так, что просто все подряд берут оружие и всех расстреливают. Вернее, не всех, а одного меня. Но, к счастью, попасть они могут по всем буквально. Так. В стиме даже есть достижение убить столько-то бирных граждан при помощи копов. Который, разумеется, тоже не ошибка-то целится по мне. Несмотря на то, что наш главный герой это не какая-нибудь там юркая мыша, а в планетке здоровый и медленный чувак, которого... в которого не попасть, это просто как в слона не попасть. Или типа того. Так. Единственное, что слон не умеет, к сожалению, стрелять, а я умею. Иначе цены бы этой игры не было, если бы можно было еще и быть кем-то большим, чем просто человек, который всех расстреливает. Но, к сожалению, подобная игра это уже другая статья. Так. Черт. А вот, к сожалению, если враг использует термоги, то это, разумеется, суперэффективно против меня. Блин. Потому что я все еще обычный человек, пусть у меня здоровье немножко больше, чем у рядового быдла, но пока что меня это не спасает. Вот к чему они бегут прямо ко мне, по сути. Они даже не пытаются от меня сбежать, они прямо делают вид, как будто... Ой, этот чувак окажется опасен, ну и ладно, я сделал вид, что я лениво так убегаю от него. Типа мне страшно свою жизнь, на самом деле эта жизнь пустая и серая, поэтому я за нее не боюсь, но ради разработчиков этой игры, ради игроков я сделал вид, будто я боюсь этого мужика и убегу от него. Ну, в общем, бред какой-то. При желании можно даже ломать стены ногами. Правда, не просто стены, а именно что, если мне не показалось, ломать стены с окнами. Так. Ага, вот если я проломил оттуда, я смогу проломить и стену. Правда, к сожалению, пройти, по-моему, не получится вот этот пролом. По крайней мере, сама стена разваливается понемножку. Да. Ну, видимо, это все к тому, что все эти элементы можно хорошо разрушить при помощи взрывов. Но гранат у меня мало. Сейчас вот пять штучек набрал, их нужно придержать пока что. На тот случай, если... Эм... На тот случай, если не встретятся... Копы. Так, в гостинице, говорите? Ну-ка. Это она или нет? Ура! Бежим, 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 бежим! Сейчас все слетит на воздух. Ура! Хе-хей! Ах, как я это обожаю. Как-то глупо и бредово, так как все разносится в клочья. Но... Это просто прекрасно. Хочет это клочья немножко полагивать. Вот и кого это волнует. Так, ребята. Есть такое правило в этой игре, которое указывает в подсказках. Не кидайте гранаты в коктейли Молотова. Не кидайте гранаты и коктейли. По количеству целей меньше, чем одна. Тьфу-ты. Меньше, чем 50, в общем говоря. Чем больше народа, тем лучше. И все, разумеется, так тупо, тормозят, позволяют себя взорвать, разлетаться в клочья. Ну, в самом деле. А чего вы такие тупые? Нет, я понимаю, конечно, что люди, они сами по себе... Подвержены стрессу. И даже если я попал бы в такую подобную ситуацию, я вряд ли смог бы на это адекватно отреагировать. Но я бы уж точно не стоял бы рядом с маньяком, который пытается меня убить, например. А я бы все-таки отбежал куда-нибудь подальше. Но, к сожалению, этим людям это абсолютно кофиг. Они будут строить из себя то ли просто дебилов, то ли бессрашных дебилов. И не пытаться сделать абсолютно ничего. Даже мне как-то противостоять или типа того. Ну, без понятия. Может быть, так и должно быть, по сути. Так. Так. Людей много на всех. Хватит, так сказать. Так что... С удовольствием всех расстреливаем, 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 расстреливаем. Так. А вот все вот эти, кажется, стоят внизу. И пытаются прострелить в потолок или типа того. Они стоят в потолок сейчас? Блин, походу, да. Хе-хе. Нас нужно уничтожить. Почему это все считается пристанью, если я уже давно ушел от пристани? Без понятия. Ну и ладно. Нас все равно никуда не пустят, пока мы не сделаем то, что нужно. Они поубиваем всех, кого скажут и так далее. Так что... Благо, что людишки тоже не стараются от ошибки убежать. Ну, делают вид, что они боятся. Но, опять же, как я уже сказал, исключительно делают вид, так сказать. И почему-то по телевизору... По всем телевизорам идет одна и та же хюна тень из какого-то слайд-шоу странного. Ну, фиг знает. Может, подобные фильмы люди смотрят в этом сером бездушном мире. Я, в принципе, не удивляюсь этому. Так, ладно. Если я не ошибаюсь, сейчас всех перестреляю и появятся снова копы. Здесь все так, в принципе, и перебежается в игре. Сначала мы расстреливаем мирных жителей и стандартных копов по ходу игры. По-моему, на нас допускают большое количество серьезных бойцов, так сказать. Но, опять же, насколько они опасны, это зависит от уровня сложности. Для меня, конечно, опасны абсолютно все, потому что я довольно плохой игрок. Но ничего страшного. С очками воскрешения можно не париться. Вот если бы было все как в реальности, так сказать. Один выстрел, одна смерть. В том числе и смерть главного героя. Тогда, конечно, было бы сложновато. А так, халява, халява, халява. Блин. И те вы все. Давайте еще больше народу мне. А да, кстати говоря, почему-то менты не защитываются за людей на пристани. Видимо, имеется в виду только мирные жители. Как ни странно. Ну ладно, что ж. Так, еще один остался. Причем подстрельный человек автоматически считается мертвым, как ни странно. Потому что его уже засчитывают. Может быть, так оно и есть. Такс. Ну, еще один. Где вы все, блин? В самом деле, в симуляторе массового геноцида можно было больше народу, что ли, выпустить. Куда они все подевались уже? Я, конечно, сам тоже их пропускаю. Но не настолько же плохо. Все, готово. Кажется. Ага, у меня еще и закончился пистолет, к сожалению. Ну и ладно. Так. Пережите рейд. 20 копов осталось. Да, я помню. В этом месте меня убили в первый раз, когда я играл здесь. На минимальной сложности, правда, я играл. Сейчас уже средняя, так что... Не факт, что все будет так легко в прошлый раз. Ну да посмотрим. Ага. Держите, ребята. Держите фашисты гранату. И еще одну, пожалуй. Мне, в принципе, не жалко. Надь вам еще, еще, еще. Есть. Хе-хе-хе. Звать так круто. Но, к сожалению, не всегда враги помирают от этого. Какие-то они чрезмерно живучие иногда. Ну да. В этот раз я все-таки выбрал более правильную стратегию. Закитать себе гранатами. В прошлый раз я, конечно, затупил. Так. Все. Пора, кажется, сваливать отсюда. Если меня, конечно же, отпустят. Господа, вы не против, если я пойду погуляю немножко, а? Так, сбежать на поезде. Ага, прекрасно. Все, ребят, до свидания. Я устроил геноцид, и я доволен. Хе-хе-хе. Но, похоже, враги были недовольны тем, что я решил убежать. И поэтому меня убили. Фиг знает, как меня убили, конечно. Ну, ладно. Придется добежать еще раз. Нужно было, конечно же, начать уровень заново. Фух. Ну, что ж, ладно. С игрой мы пока что немножко ознакомились. Наду серию записали. Но я уж, пожалуй, добегу до конца уровня. Чтобы можно было потом уже смело прерваться и отдохнуть немного. Благо, что очки воскрешения, если не ошибаюсь, игру как-то не отбрасывают назад, а просто она остается в реальном времени. Потому что враги останутся стоять там, где они были сейчас, и меня просто не найдут. Достаточно просто идти к цели и уже никого не расстреливать, если не хочется ввязываться в новые потасовки со всеми этими бессмысленными и бесчисленными копами и так далее. Разумеется, какую-нибудь национальную гвардию на меня так просто не пришлют, только когда я стану угрозой, так сказать. Когда я его поубиваю больше, чем миллион человек, видимо. Больше, чем один штат и так далее. Ну и ладно. Все равно выглядит игра довольно-таки красивенько, и я думаю, что пройти ее вполне может. Даже если она не очень-то веселая, даже если разнообразие тут местное быстро наскучит, так сказать. Или однообразие, конечно, кому как. Такс. Ну да посмотрим. Мне еще до этого нужно дожить. Так. Это, кажется, финиш уровня. Прекрасно. Я, король ящериц. Хе-хе-хе. Так. Ну хорошо. В следующей серии мы продолжим уже на следующей локации. Я думаю... Я, правда, не знаю, сколько игра долгая, но, скорее всего, по отзывам я читал, по крайней мере, что она обычно от полутора часов у кого-то уходила до пяти часов, поэтому долго мы задержаться не станем. Расстреляем всех и пойдем дальше, в следующие игры. Так что, пока что достаточно.